О, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы с вами все-таки наконец-то дождались «Волкинг Дэд» сезон 2, эпизод 2. Ну, и, наверное, уже по сложившейся традиции, я буду только озвучивать, ну, возможно, иногда пояснять свои собственные действия. Что ж, приятного просмотра, дорогие друзья. В предыдущих сериях «Ходячих мертвецов» я замерзла. Потерпи, пока мы доберемся до Валингтона, и только тогда говори мне насчет холода. Я пойду поищу побольше дров. Где остальные члены твоей группы? Я сама по себе. Криста, беги! Я ухожу, бери ее и идем. Может ли кто-нибудь внятно объяснить мне, что здесь, черт побери, происходит? Она была укушена собакой. Мы все знаем, что она могла работать с Карвелом. Итак, ты довольно долго сама по себе. И какой же у тебя план? Я не знаю. Я вроде как и сейчас сама по себе. Хорошо, добро пожаловать к нам, если ты не против. Подумай над этим. Ты от Карвера? И что ты собираешься делать? Кто такой Карвер? Это ты был там в лесу с Кристой? Пожалуйста. Я в порядке. Я в порядке. Просто... Просто я потерял равновесие. Черт. Черт. Пошли этим путем. Черт побери, тащите свои задницы сюда. Оба. Мы должны идти. Мы могли спасти его. Как ты могла просто бросить его? Друзья, этот эпизод будет великолепен. Я вам гарантирую. Но, пожалуйста, простите меня за мою интонацию. Потому что я записываю ночью. Все спят. Поэтому я не могу быть особо эмоциональным. Смотрим. Какой план сейчас, Ник? Ник, что ты творишь? Ник! Я сожалею насчет Пита. Все равно. Почему ты оставила моего дядю? Почему ты последовала за мной? Я доверяю тебе. Отлично. Это было глупо. Так что же мы будем делать сейчас? Меня это не заботит. Ну, раз мы тут застряли, мы должны как минимум осмотреться. Возможно, мы сможем найти что-нибудь, что поможет нам выбраться отсюда. Это все еще... Я знаю, что это. Но ты, блин, даешь. Хорошо, и что дальше? Это чтобы делать бухло. И не подходят, чтобы ссать внутрь. Вся эта еда гнилая. Я говорю, еда гнилая. Что это за дрянь? Дай мне посмотреть. Виски. И что теперь? Ох, если б я знал. Я думаю, мы подождем. Останавливайся. 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 Я должен был убить свою маму Это звучит странно, когда я говорю это вслух Люк всегда давил на меня Я никогда не хотел с ним иметь никаких общих дел Я помню, как он убеждал меня в этом Его большой план Какой-то... чертов... план Ящик пива в нем просто сказал Ник, мы горим дневным светом И что это было? Спустя шесть месяцев мы были без гроша в кармане Но я совершенно не переживал Потому что мы получали удовольствие Хотел бы быть похожим на него Жаль, что я могу лишь двигаться дальше Я просто не создан для этого Каждый раз остановлюсь все сильнее Это все случилось с ними И теперь это происходит с нами Мы так задолбаны Весь этот мир вымотан Мы сделаем это Я имел в виду... какой смысл? Мы просто перемещаемся на новое место и кто-нибудь умирает Это никогда не остановится И в конце концов из этого не будет выхода Я не могу поверить, что бы здесь были день День! Это был день, не так ли? Эй, китё Хочешь выпить со мной? Это будет твой первый и последний раз Нет, спасибо Слушай, они не придут за нами Ты должна убегать Убегать от всего этого А что ты собираешься делать? Останусь здесь Я устал Иди найди Люка и остальных Они позаботятся о тебе Они хорошие люди Мы можем сделать это Мы должны попытаться Я не буду ничего делать Отлично Какое мне дело, если ты хочешь здесь сдохнуть? Просто сиди тут А ты не должна заботиться Не забывай этого Если ты уходишь, уходи Только хижина в полумиле отсюда Ты их не сможешь пропустить Спасибо за то, что происходит Ладно, ладно, я отвлекся Каминтайн, ты в порядке? Люк не с тобой? Где Элвин? Что произошло? Насколько это было давно? Где они? Мы были атакованы Кем? Ходячими Пит был убит Я была с Ником, но... Мой бог Где вы были? Где вы были точно? Ниже по реке Мы должны идти Просто подожди минуту Мой муж все еще там Бери оружие Люк и Элвин пошли вас искать Я говорила им не ходить Черт, побери, Люк Клементина, можешь ли ты Можешь ли ты посмотреть за Сарой? Она наверху Просто отвлеки ее И не говори ей ничего Я позавочусь о ней Ты можешь мне доверять Спасибо тебе Внутри ты будешь в безопасности Просто не открывай дверь Что бы ни случилось Мы скоро вернемся И спасибо тебе Скажи, сэр Я нашла это под домом Там все виды старых вещей Это так круто А теперь сделай одну меня Давай, возьми это Пожалуйста Конечно Запечатли меня в хорошей позе Хорошо? Что случилось? Где папа? Клем, ты меня пугаешь Он будет в порядке Ты уверена? Извини, мне нужно только Хочешь посмотреть то, что я нашла? Покажешь мне, как этим пользоваться? Я не нашла никаких патронов Здесь что-то не так Я не могу понять Что если я один использую? Пока ты не скажешь своему отцу Я не буду, я обещаю Во-первых, помню Это просто вещь Что это значит? Хм, я не знаю Я думал, он тяжелее Хорошо, что я должна делать? Самое важное Прежде чем начать стрелять Это вздохнуть Прежде чем нажать курок Неплохо Ну что, я должна стрелять? Не делай так Попрости Может, я должна попрактиковаться снаружи? Вон те деревья Эй, Люк возвращается Продолжение следует... Это не Люк Клем, я думаю, это не он Он меня не видел Ты должна делать так, чтобы он ушел Кто он? Я не помню Привет Клем, я не могу дышать Я не могу дышать Привет Здравствуйте Убирайся отсюда Сейчас же Так вот, как папа научил тебя приветствовать соседа У меня есть оружие Умная девочка, да и я не промах Но я неплохой парень, дорогая Обещаю тебе Моя семья и я поднимались снизу реки Я немного удивлен, что мы не сталкивались друг с другом еще Как тебя зовут? Моё имя Джорджи, дорогая Приятно с вами познакомиться Ты не возражаешь, если я немного осмотрюсь? Я был на улице все утро, и эта жара просто сварила меня Не могли бы вы уйти? Хм, неплохое место, а есть ли вокруг кто-нибудь еще? И не замечала ли ты больших хижин неподалеку? Конечно, таких, в которых могло уместиться много людей У нас большая группа Оу, насколько большая? Десятки Они скоро вернутся И они оставили тебя здесь совершенно одну Они тебе доверяют Хорошо, я завершу преследование Я уйду, осмотревшись на наличие моих людей Семеро, если быть точным Они были потерянными долго И я волнуюсь Возможно, они потерялись Возможно, мы увидели их Парнишка и старик Испанец и его дочь Девочка, немного выше тебя И большой черный парень И симпатичная маленькая беременная леди Что-то многовато людей для того, чтобы потеряться Расскажи мне об этом Вся эта чертова штука Это боль в заднице Выглядит, как будто чертов торнадо пробежал здесь Должно быть достаточно тесно десяти людям с тобой Больше Вы здесь только проездом или надолго? Я надеюсь, вы не одни из этих орехов, что возглавляются севером Сейчас я не уверен, что вы пошли по погоду в другое место, найдя это Черт, я только что пришел, а уже не хочу покидать это место Где ты живешь? Там, ниже по реке, есть замечательное маленькое место с лодкой, где мы разбили свой лагерь Как я уже говорил, я удивлен, что мы не столкнулись друг с другом У тебя есть собака? Нет, нету Но на что это влияет? Просто интересно Откуда это взялось? Отлично, это действительно хорошее место По-своему уютно Я знаю парня, он постоянно носит футболки, прям как это Доктор Реально самодовольный сукин сын Но мужик умный Меня это не заботит Ты знаешь, ты действительно не очень вежливая для маленькой девочки И ты не очень вежливая для взрослого Это мой дом Справедливо Так-так, белый в беде Три шага до мата Что это было? Я помню, ты сказала, что никого здесь нет Здесь никого и нет Так-так, белый в беде 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 Я же тебе говорила, здесь никого нет. Похоже на то. Не хочу быть грубым. Не мог просто оставить тебя здесь со спокойной совестью, если тут кто-то копается, не так ли? Конечно. Кто это? Никогда не видела ее раньше. Ты не имеешь никаких идей, что это были за люди. Ведь так? Это мои друзья. А когда ты их встретила? Наколько сильно они тебе доверяют? Что ты имеешь в виду? Если люди тебе не доверяют, как ты им можешь доверять? Я думаю, я вас достаточно сильно побеспокоил, и я могу теперь позволить себе уйти. Не возвращайся. У тебя сейчас действительно хороший день. Ну что ж, друзья, я пока что предлагаю на этом заканчивать. Это была обалденная серия. Простите за мой английский. У меня ужасно болит голова. Я уже очень плохо соображаю. Тем более уже 6 утра, и я эту серию делаю 4 часа. Ладно, это все ерунда. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Такие дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.